Всем здарова, ребят, с вами Букреев, и сегодня у нас знаменательное событие. В одном из моих муравейников появился настоящий гигант. Я, честно, я сегодня был утром шокирован. Вот зависть стоит моей фармикалии, сейчас мы к ним перейдём, всё вам это дело покажу, расскажу. Это реально очень интересно, настоящий гигант. Но, ребят, прежде чем мы начнём, я прошу вас поддержать это видео лайком. Периодически я вижу, что вы пишете мне, Букреев, сними про муравьёв и так далее, но видео с ними набирает очень мало просмотров, а снимать их достаточно сложно. Плюс муравьи требуют достаточно много ухода, внимания, я много на них трачу времени. И, если честно, у меня появлялись мысли подарить эти колонии человеку, который шарит, занимается муравьями. И, ребят, пожалуйста, чтобы этого не случилось, чтобы видео с муравьями дальше выходили на этом канале, поддержите это видео лайком. Если это видео наберёт 10 тысяч лайков, то я никому не отдам муравьёв, буду дальше для вас их снимать. Всё зависит, короче, ребят, от вас. Погнали! Ребят, как я уже сказал, муравьи вроде бы несложные в уходе, но требуют именно внимания постоянного. Вот смотрите, я реально на недельку отвлёкся просто. Вот, ну, была куча дел, не успевал. Посмотрите, они съели весь корм, жнецы полностью выели весь корм, у них нет зёрен. Я за них сейчас очень переживаю, сейчас мы, конечно, им добавим зёрен. Мне даже стыдно, ребят. То есть муравьи дисциплинируют, приучают тебя делать, грубо говоря, одни и те же действия, постоянно заботиться о них, следить за ними, наблюдать и так далее. Потому что, ну, вот моё такое отношение сделало им не очень хорошо, и они какие-то вяленькие. Ну, думаю, что мы сейчас сделаем для них классно, и всё будет окей. Я уже подготовил и семена, и водичка есть, и сироп у нас для филах. Идём к ним, ребята, идём к ним. У них, в принципе, была та же ситуация, да, то есть я также, ну, просто, вот просто я отвлёкся, ребят. Много жизненных ситуаций навалилось, и я реально отвлёкся, и не следил за ними, просто вот забыл, выпал из головы. Ну, а потом мы заметили, что в этом муравейнике появился настоящий, реально гигант, то есть настоящий филах. Вот видите, здесь сидит матка. Матку вы все видите, вы знаете, как она выглядит, немножечко преломляется свет, но ничего, то есть, да, видно, что размер данного муравья гораздо больше. И у нас появился солдат, ребята, вот он, вот он, он сидит, он просто огромный. Вот очень плохо видно, потому что пластик, вот этот акрил преломляет свет, не очень хорошо видно, он ещё в такой позе. Он размером с матку, то есть он гораздо больше других муравьёв. Вот это уже настоящий защитник муравейника. Мы сейчас будем кормить тараканами, я покажу, как это всё происходит. Мы сейчас поухаживаем за жнецами, то есть и вообще, как это происходит, сироп сегодня дал, один день перерыв, таракан отдал, потом один день перерыв, сироп дал. И постоянно это нужно делать, ребят. Это, что касается филах, со жнецами чуть проще, но тоже требует внимания. Вот, ребята, так что всё, погнали, давайте начнём всё-таки с филах, кинем им тараканчика. Вот такая баночка с едой для муравьёв. Главное, ребята, чтобы она у вас дома не рассыпалась, потому что это будет очень жёстко. Это будет очень жёстко, очень аккуратно. Я их пересыпаю вообще на улице, не дома, потому что мало ли шо. Давайте посмотрим, сохранилась ли у них агрессия, как они будут реагировать. Ну, средненького тараканчика им дадим. Возможно, выйдет наш солдат оборонять муравейник. Так, ребятки, вот такой у нас красавчик. Я надеюсь, что реакция на него будет в муравейнике. Я надеюсь, что у них ещё всё нормально с инстинктом охотников. И, собственно, теперь наблюдаем. Теперь наблюдаем. Да, посмотрите, они на него сразу же моментально нападают. О, нет, только не в муравейнике. Вот, пошла тревога. Пошла тревога по муравейнику. То есть они узнали, что есть враг, и наш солдат должен пойти в битву. Для него должна быть эта информация важна, потому что на самом деле вот эти солдаты, они существуют для того, чтобы убивать мощных жертв. То есть филахи прокусывают кожу, ребята. На вашем пальце, вот палец мой, представьте, вот такой филах, настоящий, крупный, прокусит кожу. Должна тревога дойти до муравейника. То есть здесь уже все сбаламучены, все уже пускают кислоту на нашего таракана, да. То есть, ну, естественно, они его хотят съесть, они голодные, они давно не ели белок. Я хочу, чтобы вышел наш герой. Я этого реально жду, вы просто увидите его размер. Я хочу, чтобы вы это увидели. Поэтому давайте подождем, пока что-либо изменится, я вам сразу, если что, покажу. Вот она, тяжелая гвардия. Посмотрите, когда он разогнулся, посмотрите, посмотрите на его жвалы. Я не понимаю, почему он не идет. О, боже, здесь вообще ж такое что-то происходит. Почему он не идет в атаку, я не знаю. Может быть, там они как бы типа сами справляются. Но он хотя бы распрямился. Он реально огромный, ребят. Посмотрите, вот он, вот матка. Он чуть-чуть ее меньше, чуть-чуть. Когда он начинает ходить, распрямляться по ходам, он реально, ребят, огромный. То есть у них есть каста солдатов. Ну, вы видите, по сравнению с другими муравьями, они тоже крупные. Но, блин, эти вообще огромные. Это была моя мечта, честно, чтобы в муравейнике завелся такой филах. Настоящий филах. Это явно не матка, потому что у матки другая форма тельца, другие формы жвал. У него крупнее голова, чем у матки. Ну, короче, это настоящий охранник, защитник и так далее. Тем временем тараканчику пришел кобздец. Его уже там, ну, загнали конкретно. Но это еда. Это для них самая главная еда. Ну, надеюсь, что он пойдет хотя бы на пир. Я вам смогу еще его дополнительно продемонстрировать. Также, ребят, вы можете писать в комментариях, какие интересные эксперименты сделать с муравьями. Да, только, ну, нормальные, адекватные. Я не буду какой-то трошняк делать, как делают некоторые, где убивают муравьев и так далее. Нет, нормальные, интересные эксперименты с муравьями можете писать в комментариях. И помните, 10 тысяч лайков набираем, видосы с муравьями будут еще. Мы сейчас поухаживаем за жнецами. Так, ребят, по влажности вроде бы у них все норм. Я думаю, что они в первую очередь голодные, хотят семян. Так, ребят, я высыпал муравьям. Сейчас он увидит, мне кажется. Пойдет, расскажет остальным друзьям. Здесь вопрос, почему они все здесь собрались. Обычно собираются на гипсу, если влажности не хватает. То есть жмутся к влаге. Возможно. Хотя я влажность вроде бы им поправлял. И по цвету гипса вроде бы все нормально. Я решил, что таракана я сейчас им давать не буду. Потому что мне кажется, что они относительно слабы сейчас. Да, потому что у них не было такой обычной еды, углеводов. Белок им больше для размножения нужен. А углеводы для жизни, грубо говоря. Поэтому дадим им возможность распределить эти семена в данный момент. Ну и чуть-чуть увлажним камеру. Увлажняю я как, ребят? Вот, собственно, у меня стаканчик с водой. Такой шприц. Набираю раз тоже там в неделю. Ну вот гигрометр вообще-то лежит, чтобы наблюдать. Вообще 30 маловато на арене. Поменять бы им поилочку, скорее всего. Тоже, возможно, этим займемся. И вот так добавляю води. Хотя, подождите, если они жмутся все сюда, значит здесь самая приятная влажность. Давайте вот попол шприца добавим. Потом будем следить за поведением. Здесь это делается именно так. Нужно смотреть, что с ними будет. У жнецов, благодаря большим ходам, у них есть реально крупные особи для жнецов. Посмотрите, да. Допустим, раскрыл хавальник свой. И они, кстати, тем временем здесь уже начинают собирать семена. Начинает их относить по чуть-чуть в свой формикарий. То есть вы видите, вот здесь зернышко уже есть. То есть, видимо, они реально хотели кушать, они хотели пить. И простите меня, мои муравьи. Реально, мне жалко, что я вот так отнесся к вам. Реально, ну просто вот подзабыл. Поилка, кстати, ребята, действительно пересохла. Некоторые говорят, что жнецам поилка не так важна. Но я замечаю, что тоже поилочка жнецам нужна. Так что наполняем ее водой. И будем отправляться уже к гиганту, к нашему. Я хочу вам его показать. Я хочу, чтобы он вылез, и вы увидели настоящего муравья филлаха. Его размер. Как вы могли заметить, вообще филлахи вообще намного крупнее жнецов, ребят. Было принято решение еще кинуть таракана, потому что муравьев действительно очень много. Им просто не хватит. И я смотрю, что им можно любого, даже самого крупного давать. Они справляются. И может быть нашего солдата на подмогу позовут. Вот такой подойдет, да, ребят? Вот такой подойдет. А вот здесь, ребят, нам точно нужен солдат. Потому что, посмотрите, этот таракан реально крупнее, реально мощнее. Но он тоже не сможет здесь выжить. Это не жестокость. Это нормальное кормление, допустим, как насекомыми кормят ящериц в домашних условиях, которых содержит, да? То есть это нормальное, это всего лишь демонстрирует природное явление. Так как это происходит в природе. Эти муравьи по своей природе охотники. Кстати, посмотрите, сигнал передался всему муравейнику, потому что они здесь прям вот зашибушились. Прям королева зашибушилась и так далее. Потому что этот, видимо, таракан реально представляет опасность. Но когда весь муравейник будет заполнен вот такими гигантами, таких тараканов, блин, может, мне кажется, два таких муравья убить и такого гиганта. Реально. Ну, я имею в виду, два муравья гиганта убьют таракана гиганта. И, кстати, странно, но тараканы сегодня не забегают в дом к муравьям. И я вот думаю, почему так долго у меня выращивался такой муравей, реально крупный, настоящий филах. Он везде написано, какой он должен быть по размеру. И мне кажется, что проблема в узкости ходов там, где гипс, да? То есть, видите, они узкие, гипс достаточно высоко. Общие ходы очень высокие. Тут может жить кто угодно, в том числе посмотрите на этого монстра. Посмотрите. Он реально здоровенный. Посмотрите на его размер. Он просто огромный. Он может сожрать любого таракана тупо за 200 сек. Ну, почему он не выйдет туда и не расправится с этими тараканами? Я не могу понять. Это же просто машина для убийства. Это реально машина для убийства. Посмотрите, ребята. Посмотрите на этого муравья. Он реально огромный. Он прямо отличается по размеру от всех. Вот посмотрите, рядом филахи обычная. Вот он он. Он же реально очень мощный. Возможно, он ищет выход. Возможно, он ищет выход, чтобы выйти на охоту. Даже не знаю. Посмотрите, ребят. Посмотрите на его... О, господи. На его рот. Я не знаю, как это по-другому назвать. Посмотрите, как он открывает свою пасть. У него реально огромные вот эти жвалы. Посмотрите. Офигеть. Просто охренеть. У меня все-таки появились сомнения, могла ли завестись здесь вторая матка. Я не знаю, честно, потому что странно, этот муравей реально не вышел на охоту. Не вышел, да? То есть он так и не вышел на охоту, хотя вроде бы, по идее, это охранник. Это тот, который должен быть там, не знаю, напишите в комментариях, шарите вы или нет. Но он вот по форме тельца у него не такое, как у матки. Реально не такое, а как должно быть у Филаха именно крупного. Посмотрите, он здоровый, реально жесть просто. Хорошо, здесь у нас что происходит? Смотрите, реально муравьи хотели семян. Они сюда затащили, сюда затащили семена. Вот они сидят здесь в ходах, кушают, кушают. Они занесли их везде, где только можно и едят. Ну, я надеюсь, сейчас они все это дело разложат и будут счастливы. И я им уже через пару дней дам вот это, вот эта сладость, вот эту радость. Они это тоже очень любят и справляются с довольно крупными тоже тараканами. А здесь Филахи с помощью своего яда, в принципе, очень даже и легко справились с добычей. Ребят, я хочу, чтобы вы еще обратили внимание на своеобразный водопой. Так, во-первых, уже кормят нашего огромного муравья. Я решил дать сахарный сироп, и они очень-очень его хотели. То есть посмотрите, какой здесь водопой. Какой здесь водопой, как все муравьи стали и набивают свои брюшко. И брюшко у них, кстати, расширяется. Это трофала... А, нет, вот это называется трофалаксис. Вот, вот это кормление, я вспомнил, называется трофалаксис. Это они просто пьют сахарный сироп. Конечно, через формикари, через стенки это снимать не очень удобно. Но, в принципе, мы наблюдаем, как брюшко у них, видите, расширяется. Появляются полосочки на брюшках. И они запасают сироп, идут кормить матку и всех остальных. И у меня опять же вопрос. Может быть, это реально матка? Вторая матка? Потому что ее кормят. Ее кормят в первую очередь. Вот только поели и сразу же пришли ее кормить. Ребят, честно, не знаю. Даже не знаю. В принципе, ребят, на этом все. Я очень надеюсь, что вам видео понравилось. И отправляем муравьев на заслуженный отдых. Чтобы они покушали, поспали, размножались. И все у них было прекрасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!